Комфортная городская среда в прошлом году пришла в 25 чебоксарских дворов. Однако часть из них не прошла приемку. Комиссия выявила ряд недостатков. Их обещали исправить в этом году. Стали ли дворы комфортнее, проверяла наша съемочная группа. Так выглядел один из дворов по улице 50 лет октября в октябре прошлого года. За месяц до окончания сроков реализации программы. В апреле здесь уже были спортивная площадка, детский городок, пешеходные дорожки. Но до конца дело так и не довели. К примеру, не уложили резиновое покрытие. Выше, 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 выше. Вот. Откуда залезать надо? Слева? Слева. Вот отсюда вот, давай. Никита Гловацких с сыном Тимуром на этой площадке гуляют постоянно. И изменения заметили одними из первых. Мы пришли, нам понравилось. В принципе, достаточно как бы доделали, слава богу. Вот раньше была все равно такая поскромнее. Но сегодня вот увидели то, что резиновые коврики сделали. Вот, все красочно, ярко. Безопасность для детей больше всего. Все равно маленькие детки больно. Больно часто падает, так скажем. По соседству с детской площадка спортивная. Ее оценили ребята постарше. Миша Малов с друзьями отрабатывает баскетбольные приемы. Расскажи, пожалуйста, что ты сейчас такое делаешь? Я сейчас тренирую дриблинг. Можешь меня этому научить? Я смогу этому научиться? Конечно. Это очень просто. Держи микрофон. Так, что надо делать? Нужно просто переводить мяч между ног. Справа руки на левую. Почти получилось. Кроме нового покрытия, отремонтировали сцену, сделали подходы к белье сушилкам, восстановили газон. Эти виды работ не были учтены осенью. Мы, соответственно, эти виды работ уже отторговали в этом году. Все за счет бюджета доделывали в этом году. Разовы платили жильцы только в 2017 году, когда общая смертность тормоз, когда составляли проект. А вот так проходил ремонт одного из дворов по совхозной улице в Лапсарах. Установили детские спортивные городки, заменили столбы освещения, начали укладывать асфальт. Очень интересным является то, что решение, что появились у нас пешеходные асфальтные дорожки. Было время, когда в час пик утром дошкольники идут в детский сад, школьники в школу. В это время выезжают машины. Это было очень опасно. Если взрослые думают о безопасности, то дети – о веселье. Новая горка стала любимым местом для игр. Раньше платят, но не очень. А сейчас? Теперь хорош. Теперь супер. До ума довели 21 двор из столичного бюджета, выделили 20 миллионов рублей. Этих денег хватило, чтобы они стали по-настоящему современными и комфортными. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.